В Петербурге Собираются за круглым столом в преддверии Международного дня детей, больных раком. Многие из участников смогли побороться это страшное заболевание. Для кого-то борьба продолжается. И такое незамысловатое задание, как раскрасить колокольчик, дополнительный эмоциональный толчок к выздоровлению. Колокольчик – это вообще такой многозначный символ. И как это может быть и предупреждением его звон, и может возвещать о чем-то позитивном и хорошем. Есть цветок-колокольчик, то есть масса самых разных, что называется, смыслов. Каждый нагружает этот предмет теми смыслами, которыми, наверное, может и посчитать нужным. Все эти колокольчики обменяют на пожертвования. Собранная сумма пойдет в помощь 50 детишкам, для которых любая поддержка жизненно необходима. Чувствуя это интуитивно или зная не понаслышке, юные художники старательно выводят линии и добавляют как можно больше ярких красок. Я хочу разукрасить три колокольчика, завтрак, обед и ужин. Я надеюсь, они пригодятся людям. Совершенно добровольно пришли. Интересное событие такое творческое. И хотелось бы, чтобы Дима принял в этом участие. И, соответственно, разрисовал там колокольчики, которые будут представлены потом на каком-то концерте. То есть, опять же, его какой-то небольшой вклад. И вместе придумали тему морскую, нашу, мы с Владивостока. И поэтому вот корабль, кит. Финальным этапом благотворительной акции станет концерт классической музыки в исполнении Оркестра Синерджи Оркестра. 17 февраля все желающие смогут не только насладиться искусством, но и познакомиться со звездными друзьями фонда. Инесса Буланкова, Данил Кельдюшевский, Новости ТБН. Продолжение следует...